Гиперметропия 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 В книге оптометрии Юрий Захарович писал, что целесообразно коррегировать те дефекты, которые являются декомпенсированными, то есть нарушают функции зрения или вызывают субъективные неприятные ощущения или могут отрицательно повлиять на развитие органа зрения. В разном возрасте эти дефекты будут различны. Мы полностью согласны с мнением Юрия Захаровича. И если особо не задумываться, то ответ на вопрос компенсированной гиперметропии вмешиваться или нет, будет совершенно однозначным – нет. Однако вернемся к формулировке Юрия Захаровича. Здесь два важных обстоятельства имеют значение. Первое – это декомпенсированными, и второе – будут различными в разном возрасте. Что же такое декомпенсированная гиперметропия? Признаки декомпенсации гиперметропии сформулированы довольно четко. Всего таких признаков 5 – это сходящееся косоглазие, эмблиопия, снижение некоррегированной страты зрения вдали и вблизи, и астенопия. Однако оценка этих признаков декомпенсации не всегда однозначна. Так, например, считать ли эзафорию полноценным сходящимся косоглазием? И считать ли декомпенсацией случаи, когда острота зрения 1,1, когда на парном глазу острота зрения 1,2 или 1,5? Что делать, как определить сниженную остроту зрения у неконтактных и неграмотных детей? И как оценить успеваемость в школе таких детей? Что это действительно декомпенсация гиперметропии или просто лень? И что делать с красными глазами гиперметропа, который не предъявляет никаких других жалоб? И если мы продолжим этот список, то уже эта стройная система становится не такой уж и стройной. Обратимся к возрасту. Это схема возрастной динамики рефракции, нарисованная личной рукой Юрия Захарыча Роземблюма. Поэтому в память о своем дорогом шефе я всегда использую именно эту схему в своих презентациях. Так вот, Юрий Захарыч выделяет 7 рефракционно-возрастных периодов. И как видим, в течение жизни рефракция изменяется от гиперметропии при рождении до гиперметропии в презбиопическом и постпрезбиопическом возрасте. Таким образом, почти каждый человек хотя бы однажды в своей жизни был гиперметропом. При этом в каждом из этих возрастных периодах гиперметропия будет себя вести по-разному. Также будут разные условия для ее компенсации и декомпенсации, для ее выявления и способов устранения, исправления признаков декомпенсации гиперметропии. Итак, первый период жизни, как известно, при рождении разброс рефракции довольно большой. Чаще упоминаются цифры от плюс четырех с половиной до минус четырех с половиной диоптрий. Хотя есть данные, что у нормального доношенного новорожденного разброс рефракции может быть до десяти диоптрий аметропии обоих знаков. Однако 80% детей все-таки родятся гиперметропами. При этом средняя рефракция доношенного новорожденного, по разным данным, от полуторых до четырех диоптрий. На первом году жизни происходит процесс эметропизации. Эти крайние рефракции приближаются к эметропии. Однако, по мнению МУТИ, от 2 до 8% детей не способны к эметропизации. Принято считать, что это те дети, которые при рождении имели гиперметропию высокой и очень высокой степени. Косвенным подтверждением этого служит 9% распространенность гиперметропии высокой степени среди детей 6-месячного возраста. Однако в этом возрасте все-таки будут условия, при которых нам придется принять решение о коррекции гиперметропии. Поскольку определить остроту зрения и оценить ее нормальность у детей первого года жизни практически невозможно. С другой стороны, снижение зрения вследствие дальнозоркости вероятно незначимо в этом возрасте. И, наконец, сходящееся косоглазие, возникшее на первом году жизни или при рождении, бывает обычно с большим углом. И, вероятно, никаким образом не связано с декомпенсацией гиперметропии, поскольку острота зрения в этом возрасте низкая. Свойственная глазу привычная расфокусировка и незрелость аккомодации вероятно не создают поводов для развития сходящегося косоглазия индуцированной гиперметропии в этом возрасте. 14% детей с сходящимся косоглазием первого года жизни имеют гиперметропию высокой степени. Таким образом, у детей первого года жизни гиперметропия служит поводом для коррекции сама по себе, а не признаки ее декомпенсации. В связи с этим возникают 4 вопроса. Какая гиперметропия подлежит коррекции, в каком возрасте нужно ее коррегировать, полнота коррекции и, наконец, важный вопрос, каким же образом коррекция влияет на эметропизацию. Большинство исследователей полагают, что на первом году жизни следует коррегировать гиперметропию более 3,5-5 диаптрий, но в приложении к первому году жизни мне больше нравятся цифры в 5 диаптрий. Обычно коррекция назначается в возрасте от 6 до 9 месяцев. Рекомендуется коррекция на 1-2 диаптрии слабециклоплигической рефракции с отсылкой на эметропизацию. А вот насчет того, каким образом коррекция влияет на эметропизацию, здесь мнения могут быть различны. Мути пишет, что если гиперметропический глаз растет дольше и не движется к эметропизации, может быть мало причин ждать или беспокоиться о вмешательстве в эметропизацию, которая может никогда и не произойти. Непосредственно визуальная выгода от коррекции может превысить эти опасения. Обратимся к этому исследованию Аткинсона. Оно было сделано в 1996 году, но на него ссылаются практически все публикации, касающиеся гиперметропии в этом возрасте. Две верхние кривые нас здесь интересуют. Первая, самая верхняя, отражает динамику рефракцию детей первых трех лет жизни, тех, которые пользовались коррекцией. В нижняя кривая это те же дети с гиперметропией более 3,5 диаптрий, которые не пользовались коррекцией. Обратите внимание, что в течение первого года жизни усиление рефракции среди некоррегированных детей идет бодрее, но к концу третьего года жизни эти кривые практически сходятся в одной точке и рефракция одинаковая. Третья кривая отражает динамику рефракции у детей с условно-нормальной гиперметропией. Что еще интересно в этом исследовании? Оказывается, дети с гиперметропией в младенчестве в 13 раз чаще становятся косоглазыми к 4 годам и в 6 раз чаще демонстрируют дефицит остроты зрения, чем те дети, у которых рефракция была близка к гиперметропии. С другой стороны, те дети, которые носили частичную коррекцию, в данном исследовании использовалась коррекция на 1 диаптрию слабее циклоплегической рефракции, эти шансы снижались до 4 к 1 и 2,5 к 1 соответственно. В возрасте от 1 до 3 лет процесс эметропизации продолжается. Крайние рефракции приближаются к эметропии, одновременно развиваются функции глаза. И мы знаем, что к концу первого года жизни острота зрения может достигать даже 0,6, а к концу третьего года жизни единица. Это известная всем нам таблица профессора Ковалевского. Наши зарубежные коллеги демонстрируют такие же данные. Именно в этом возрасте впервые на нашем приеме появляются дети со сходящимся косоглазием, индуцированным гиперметропией. Безусловно, такая гиперметропия требует оптической коррекции, независимо от ее величины. Однако, также в этом возрасте требует коррекция гиперметропии от 3,5 до 4 диаптрий, хотя явных признаков декомпенсации здесь мы не увидим. Но, конечно, речь идет о том, что просто они не могут быть выявлены в этом возрасте. Особое внимание следует уделять анизометропической и односторонней гиперметропии. Здесь могут быть разные рекомендации относительно коррекции гиперметропии в этом возрасте. Большинство исследователей все-таки рекомендуют частичную коррекцию на одну диаптрию слабее циклоплегической рефракции. Однако, также есть предложение о полной и даже гиперкоррекции гиперметропии, поскольку предполагается, что именно такая коррекция способствует лучшему формированию бинокулярных функций впоследствии. Например, профессор Рожкова докладывала об этом на заседании РОО в 2015 году. Я готова согласиться с последним утверждением, поскольку законы и реестр лекарственных средств позволяют нам для исследования рефракции у детей этого возраста использовать в качестве циклоплегического средства только 0,5% тропикамид. В приложении детей до 3 лет и гиперметропии, конечно, это то же самое, что капать воду, поэтому здесь оценка рефракции у нас может оказаться заниженной. Дошкольники. Считается, что к 3 годам жизни рефракция в целом близка к рефракции взрослого, и действительно в этом возрасте гиперметропия очень мало меняется, в особенности гиперметропия высокой степени, которая обладает исключительной стабильностью. И не нужно обещать родителям детей с гиперметропией высокой степени, что при поступлении в школу они снимут очки. Этого не произойдет, гиперметропия останется с ними. Однако в этом возрасте следует уделять следующим факторам, когда нам кажется, что мы не видим признаков декомпенсации гиперметропии. Хотя в возрасте 3 лет все же принципиально меняется, мы можем провести субъективное исследование. Однако некоторые все-таки признаки декомпенсации ускользают от нашего внимания. Так, гиперметропия более 3,5 диаптрии в любом случае не может самокомпенсироваться. И в этом возрасте мы говорим о детях дошкольного возраста, и все-таки следует коррегировать. Другой вопрос – признаки декомпенсации гиперметропии меньшей степени, которые все-таки не могут быть диагностированы в этом возрасте. И третье, на что следует обращать внимание – это дети с высоким риском развития близорукости. То, что касается невыявленных признаков декомпенсации у детей этого возраста, дети не могут предъявлять астенопических жалоб. И родители могут приводить детей на прием к офтальмологу совершенно с другими жалобами. И гиперметропия в этом случае является некой такой случайной находкой. Они могут жаловаться на боли в глазах, на покраснение глаз. Дети часто трут глаза, и в иностранной литературе даже специальный термин для этого существует – натертость глаз. Дети могут реально засыпать над книжкой, отказываться от рисования, чтения и других удовольствий. Таким образом, у таких детей коррекция гиперметропии целесообразна. Обычно рекомендуется гипокоррекция на одну-две диаптрии слабее выявленной гиперметропии. Но чаще все-таки мы выбираем гипокоррекцию на одну диаптрию. И если решение о коррекции принято, то необходимо рекомендовать постоянное ношение очков. Хотя некоторые исследователи предлагают использовать режим для близких детей дошкольного возраста, к сожалению, в реальной жизни это не работает, поскольку дети не могут самостоятельно контролировать режим ношения очков. Особого внимания заслуживают дети с высоким риском развития миопии. Это все те случаи, когда циклоплегическая рефракция сильнее гиперметропии в 0,75 диаптрии, когда осевая длина более 23,5 мм при гиперметропии в 1 диаптрию менее, все те случаи, когда у детей близорукие родители, и случаи псевдомиопии независимо от величины гиперметропии. Ранее мы выяснили, что гиперметропия весьма охотно становится миопией. Однако коррекция в данном случае очень хорошо влияет на рефрактогенез, так миопия среди детей, носивших очки, формировалась в 4 раза реже, чем те, кто очки не носил. Поэтому оптические методы профилактики миопии у детей дошкольного возраста могут быть употребимы в отношении этих детей. Это может быть слабомиопическая бинокулярная дефокусировка, когда детям назначаются очки для постоянного ношения, индуцирующие миопию в 0,75 мм, 1 диаптрию, или второй способ наведения периферического миопического дефокуса за счет перифокальных очков. Школьники. В этом возрасте гиперметропия может уменьшаться, и часть детей даже снимет очки, те, кто ранее их носил. Однако усиление зрительных нагрузок может вызвать дезадаптацию гиперметропии у тех детей, у которых гиперметропия ранее была компенсирована в связи с усилившимися зрителями нагрузками. Не стоит забывать в этом возрасте о детях с предикторами миопии и, наконец, те дети, которые имели сходящееся косоглазие в анамнезе. Дело в том, что у таких детей, в особенности среднего и старшего школьного возраста, может быть острота зрения полная для дали и для близи, ресурсы аккомодации достаточные, бинокулярное зрение устойчивое, и родители, и сами дети полагают, что косоглазие излечено. Что делать во всех этих случаях? Если выявляются все-таки признаки дезадаптации, здесь, кстати, кроме перечисленных ранее признаков дезадаптации, вы можете выяснить, что дети плохо успевают в школе, что они отказываются от школьных занятий, родители говорят, что он лентяй, он заниматься не хочет, он уроки делать не хочет, следует подумать, может быть, все-таки это признаки декомпенсации гиперметропии. В этом случае назначается некая небольшая гипокоррекция гиперметропии, очки назначаются для постоянного ношения. В случаях, если выявлены предикторы миопии, назначаются перифокальные очки. И, наконец, если у ребенка в анамнезе сходящееся косоглазие, следует помнить, что сходящееся косоглазие, даже если оно исправлено, если сейчас все хорошо, сходящееся косоглазие – это диагноз пожизненный, поэтому при коррекции гиперметропии у таких детей нам следует придерживаться принципов назначения очковой коррекции как при сходящемся косоглазии. Возраст активной деятельности. Пожалуй, этот возраст, по крайней мере, до 35 лет, наиболее благоприятный в плане компенсации гиперметропии. Однако и здесь могут быть у наших пациентов некие проблемы. Первое – это косоглазие в анамнезе. И второе – все эти случаи, когда пациенты предъявляют неспецифические жалобы. То, что касается косоглазия в анамнезе, мы полагаем, что следует таких пациентов с гиперметропией оставлять в очках, не отменять никакую коррекцию, даже если зрение хорошее, если ресурсы аккомодации достаточны, присутствуют те самые 1,3 аккомодации, бинокулярное зрение устойчивое. К сожалению, у таких людей возможно в этом возрасте развитие рецидива сходящегося косоглазия, сопровождающегося мучительной диплопией. А то, что касается неспецифических жалоб, мы, конечно, обращаем внимание на стенопические жалобы, безусловно, но здесь у пациентов могут быть такие жалобы, которые они сами описать не могут, и, может быть, даже о них не задумываться. И задача врача – отдельно их спросить об этом. К этому могут относиться жалобы на нарушение ориентации в пространстве, нарушение координации глаз-рука. А пациент говорит, я не попадаю рукой по мышке, когда работаю с компьютером. Реально возникает отвращение к чтению, хотя при этом зрительных жалоб никаких нет. И некоторые пациенты предъявляют жалобы на заметное косоглазие, которое заметно только на фото или при взятии зеркала, или, например, сходящееся косоглазие, незаметное ни для кого отмечают родственники такого пациента. Разные есть рекомендации по поводу коррекции таких нарушений от минимальной коррекции гиперметропии до полной даже гиперкоррекции гиперметропии. Однако большинство исследователей полагают, что должно быть коррегировано от половины до двух третей гиперметропии в этом возрасте. И с учетом переносимости такой коррекции, пожалуй, такая рекомендация будет оптимальная. И последнее – это предпись биопический и постпись биопический период. Казалось бы, в этом периоде любая гиперметропия будет декомпенсирована. Однако ранее компенсированная гиперметропия может здесь преподносить сюрпризы, которые не всегда могут быть исправлены простым назначением коррекции соответствующей зрения. Самая распространенная – это плохая переносимость назначенных очков. У таких пациентов возможны изменения, некие зрительные нарушения, связанные с изменением привычной взаимодействия, аккомодации и конвергенции. И такой необычный случай – развитие экзофории для близи, сопровождающиеся мучительным двоением. Таким образом, клинически компенсированная гиперметропия может оказаться условно компенсированной. А во всех тех случаях, когда стоит вопрос, коррегировать или не коррегировать, возможно, следует сделать вывод в пользу второго варианта. Благодарю за внимание. Спасибо, Ольга Владимировна. Спасибо, вопросы есть. Ольга Владимировна, спасибо за интересный доклад. И тут несколько вопросов. Первый вопрос сформулирован таким образом. Детям гиперметропию надо всегда коррегировать на одну диаптрию меньше. Это зависит от возраста, от признака декомпенсации и насколько возможно субъективное исследование. Нужно стараться не опускаться ниже вот этого значения в гипокоррекции одной диаптрии. Но чем полнее вы назначите коррекцию, тем лучше. То есть предпочтение все равно стоит отдавать полной коррекции. Спасибо. И вот в продолжение этого у меня вопрос. Ситуация, с которой приходится встречаться в клинической практике. Ну такой клинический пример, дошкольник, у которого есть тенденция, элемент дезадаптации, тенденция к сходящемуся косоглазию, гиперметропии где-то около пяти диаптрий в условиях циклоплегии. И когда мы решаем вопрос о выборе силы коррекции, ну рекомендация слабее на одну-полторы диаптрии, то пример такой с коррекцией в три диаптрии гиперметропии, он отмечает снижение остроты зрения. Что вот в этих случаях, как делать? Вдаль, я имею в виду, снижение остроты зрения вдаль. Навязать четыре. Через неделю-две будет полная острота зрения на этих глазах. Или если у вас есть сомнения, попробуйте бинокулярно проверить остроту зрения. Скорее всего, она будет высокой. Спасибо. И еще вопрос такой. Вы уже об этом говорили, но, наверное, надо еще раз об этом сказать. Вопрос по поводу применения циклоплегических средств у детей до трех лет. Что разрешено? Спасибо большое за вопрос. Если честно, он очень актуальный. Циклопенталат, который хороший препарат, и который по глубине циклоплегического действия можно условно приравнять к атропину, для большинства циклопенталатов стоит возрастное ограничение противопоказания у детей до трех лет. Мы тут не называем фирмы, но, извините, вынуждена сказать. И единственный препарат это цикломед. Там написана такая размытая формулировка у детей до трех лет с осторожностью. Что такое с осторожностью, никто не знает. Вот как-то так. То, что касается тропикамида, 1% разрешен 6 лет. Все то, что дети моложе 6 лет, разрешен только 0,5%. Это в соответствии с реестром лекарственных средств и аннотациями к препаратам. А вот в проложении этого, как Вы относитесь к тому, что я понимаю, 0,5% тропикамид, он слабее и не обеспечивает требуемые циклоплегии, а такое дробное закапывание, то есть как бы усиление действия за счет нескольких инстилляций. Потому что во взрослой практике, Вы знаете, даже называется метод по КНАПу, когда мы хотим усилить действие лекарственного препарата, который используем в виде инстилляции, то дробно в течение нескольких минут, несколько раз капаем. Мы пробовали делать такие инстилляции, но, к сожалению, все равно, если мы говорим о тропикамиде, не получается достаточного сдвига рефракции в сторону ее ослабления. Не работает, к сожалению, эта методика дробного закапывания. Полноценно. Да. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, так он сформулирован, полная коррекция. Может навредить вопрос? Нет. Философский вопрос такой. На этот философский вопрос я дам однозначный ответ – нет. Так, ну так, ну здесь продолжается, чтобы не уходить. Значит, вопрос такой, это уже результат нашей дискуссии, видимо. Атропинизация уже не актуальна у детей дошкольного возраста. Ну, во-первых, слово атропинизация уже само по себе исключает слово атропин. Но подразумевается циклоплегия, наверное. Да, спасибо. Но дело в том, что мы опять с вами упираемся в реестр лекарственных средств, поскольку в России зарегистрирован только 1% атропин в качестве глазных капель. Никакие другие атропины в меньшей концентрации не зарегистрированы в реестре в качестве глазных капель. А атропин 1% разрешен с 7-летнего возраста. Так, продолжаем. Чем можно объяснить хорошую остроту зрения и отсутствие астонопии у девочки с 10 лет, с гиперметропией в 7-диап-3? А очки никогда не носила. Ну, видимо, хорошая ресурс аккомодации. Но тут речь идет о том, что где-то ребенок недообследован, там либо эзофория будет, либо не достаточно близи. И можно декомпенсироваться в определенный момент. Это точно совершенно, она декомпенсируется в определенный момент. Абсолютно точно. Скажите, о беременном какой препарат для циклоплигии выбирать? Заодно уж раз заговорили про циклоплигию. Ну, вы знаете, на самом деле хороший вопрос, да. Потому что беременном для циклоплигии. Ведь у взрослого пациента, обычно он дообследованный, я бы закапывала 1% тропикамид. Несмотря на то, что там аннотация ужасная у него звучит, там куча побочных эффектов. Однако в клинической практике мы с вами знаем, что он как бы менее спокойный в плане побочных эффектов препарат, чем циклопенталат. Однако если речь все-таки идет, например, о декомпенсированной гиперметропии, которая впервые выявлена, и нужно тут точно понять, какая рефракция, может быть, в некоторых случаях следует прибегнуть и к циклопенталату. Но это такой довольно частый вопрос, и, наверное, редкая ситуация. Ну, я понимаю, что подоплеку этого вопроса рассматривается возможность резервативного действия препарата, негативного, да, когда закапывается. Но тут, знаете, вот надо вспомнить старые клинические приемы, которые молодежь не знает. Но в этих случаях, например, рекомендуют компрессию слезоотводящих путей на какое-то время, чтобы уменьшить попадание препарата на слизистую носу и всасывание. Я думаю, от одной капли, если есть действительно необходимость в такой детальной диагностике, я думаю, что это можно применять. Но у беременных это в основном делается не для того, чтобы вызвать циклоплегея, для того, чтобы вызвать дмитриаз, для того, чтобы осмотреть глазное дно. И еще последний вопрос. У взрослых всегда полная коррекция? Все-таки хотят от вас услышать такую... Нет, у взрослых не всегда... Нет, я люблю полную коррекцию, но у взрослых не всегда удается навязать, в особенности впервые назначенные плюсовые очки, не всегда удается навязать взрослым полную коррекцию. Поэтому здесь нужно смотреть по переносимости коррекции. Обычно, в большинстве случаев, это будет небольшая гипокоррекция. Но вот рекомендации от половины до двух третей выявлены гиперметропией. Если получится полную, это будет очень хорошо. Но тут не всегда хорошая переносимость бывает впервые назначенных плюсовых очков у взрослых. Почему? Потому что, с одной стороны, мы говорим о взрослых пациентах активной деятельности, до 35 лет. Вы им назначаете очки, при этом у них острота зрения существенно не повышается, а искажение привычного восприятия пространства есть. Поэтому мозг так не очень понимает, какие у него должны быть поводы к адаптации к таким очкам. Поэтому у таких пациентов, может быть, затруднена адаптация. Можно сделать некую гипокоррекцию. По мере того, как будут развиваться симптомы, не будут, можно будет усилить, либо оставить небольшую гипокоррекцию. Это все решается индивидуально. Здесь мы идем от пациента. Ну, еще один последний вопрос. Давайте. У детей старшего возраста можно ли применять атропин для циклоплегии? Можно применять атропин для циклоплегии, если есть подозрение, что циклопенталат не сработал. Можно. Иногда мы к этому прибегаем. Бывают такие трудные случаи, когда приходится использовать атропинизацию. Спасибо большое за прекрасный доклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова